Почта, она чёрт знает, как работает. Люди, когда если работают, набиваются этот коморка битком. Тут и посылки, и пенсии, кто за квитанциями. А тут сколько старых, они пенсии тут получают, посылки тоже тут. Приезжают, закрыто, кто пешком, вот, гололёд, назад уходят. Ну, она не работает. То с десяти, то вообще, в эту пятницу вообще не работала. Я пришла полвторого, потому что написано с часу. Полвторого пришла, тут закрыто. Одну пятницу пропустила, вторую пятницу пропустила. И это пятница. Пришлось ехать в город, там стоять в энергоэтом, чтобы взять квитанции и вот за свет заплатить. Хотела я выписать газету тут, а потом думаю, ну, когда-то я её получу, эту газету. Да мне легче на автобусе съездить в город и там купить. Письма вот тут вот на окне. Коробка, навалом навалены письма. Коробочки на столе рядом стоят тоже. Там вот квитанции за свет, за воду, кто что. И вот как приходишь и начинаешь там копаться. Кто хочет эти письма, берёт, наверное, кому надо, кому не надо. Ну, в общем, вот такое вот. Безобразие, в общем. Почтовое отделение у нас, к сожалению, работает со сбоями. Последнюю неделю у нас работник заболел, в пятницу не выходило. Вообще, почтовое отделение в последнее время работает только по пятницам, с часу до четырёх. Связано это с тем, что низкая зарплата, люди не хотят идти работать на почтовое отделение, так как требования большие. Буквально пару недель назад нашлась жительница села, пришла, отработав два дня, она уволилась. Платёжки приходят. Получается, допустим, в начале месяца, это пятница, если в этот день получают пенсии, то есть народу очень много. Буквально почту готовы разорвать. Не зайдёшь. Люди стоят на улице у крылечка. Получается так, что, я не знаю, одновременно человек пятьдесят здесь приходит.